Актерская амплуа К сожалению, ее красота не принесла счастья в личной жизни. Родилась Нова Новосядлова в Баку в семье военного и актрисы. Именно это и повлияло на выбор дальнейшего пути. После школы девушка поступила в Киевский театральный, а позже в Щукинское училище Москвы. Сниматься начала еще со студенческой скамьи. Уже во второй картине ей доверили главную роль. Звездным стало участие в экранизации романа Чехова «Ионыч». После выхода картины на экраны на молодую перспективную актрису обрушилась всесоюзная слава. Впервые за рубеж Терентьева выехала в 1966-м представлять картину в городе Эс. На Каннском фестивале актриса привлекла пристальное внимание публики. Поступало немало предложений о съемках за рубежом, но ей запретили выезжать за границу. В 70-х годах Терентьева начинает активно сниматься, но большинство ролей были второго плана. Самым значительным проектом стал гиперболоид инженера Гарина. Там ей удалось блеснуть своей неповторимой красотой. С конца 70-х артистка работала в Киевском русском драмтеатре, играла там ведущие роли. Муж известной актрисы имел родственные связи в партийной верхушке республики, чем объясняли театральную востребованность Ноны. После развода роли отобрали, пришлось возвращаться в Москву. А в 80-х годах ролей становилось все меньше. Терентьева начала гастролировать по стране, пела, писала талантливые стихи и сценарии. Личная жизнь прекрасной женщины и талантливой актрисы не была счастливой. Первый брак, в который она вступила в 23, закончился разводом. Муж хотел домашнего уюта, стабильности, а Терентьева этого дать не могла. В 71-м уже в Москве артистка вышла замуж за Владимира Скомаровского, но и эта связь быстро прервалась. Поклонников впоследствии было много, но счастья это не принесло. Какое-то время Нона жила в гражданском браке с поэтом Игорем Волгиным. Он писал ей красивые стихи, но и эти романтические отношения изжили себя. Актриса скончалась в одиночестве после продолжительной, мучительной болезни. Долгие годы она тайно от знакомых и коллег боролась с раком груди. Страдания переносила стойко, не жаловалась даже близким людям. Умерла Нонна Николаевна в марте 96-го. Свой покой она обрела на Московском Троекуровском кладбище. Если вы помните эту талантливую актрису, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok